Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плотные ряды, плакаты, флаги профсоюзов, несколько сотен барнаульцев вышли на пикет против повышения пенсионного возраста. Из рук в руки суд назвал нового хозяина Старого моста в Краевой столице. Ради праздника музыки Ливеркульской четверки волонтеры фестиваля Битлз провели флешмоб на нулевом километре. Сегодня в Барнауле прошел пикет против повышения пенсионного возраста. Свою позицию по данному вопросу выразили как минимум 300 человек. Анастасия Дороган продолжит тему. Это больше похоже на майскую демонстрацию. Плотные ряды, плакаты, флаги профсоюзов. Работники культуры, образования, медицины, горнодобывающего дела, сельского хозяйства, машиностроения, отдельные участники не от профсоюзов. Все они собрались на площади, чтобы выразить свое отношение к повышению пенсионного возраста. Смотря даже на наших близких, на мам, на пап, то есть им все равно тяжело уже даже в этом возрасте работать так вот. А в 65 я даже не представляю. Нам в медицинском говорят, например, что средний возраст смерти мужчин 63 года в нашей стране. А работать они должны до 65. Это нелогично. Предложение сдвинуть выход на пенсию на 5 лет для мужчины, сразу на 8 для женщин. Неделю назад предложило правительство России. Законопроект уже на рассмотрении в Госдуме. Его активно обсуждают и жители страны. В регионах проходят акции протеста. Для Алтая этот пикет первый. В пенсионном фонде края поясняют, число пенсионеров неуклонно растет. Только за 10 лет плюс 10%. Всем нужно не только платить пенсии, но и своевременно индексировать их. Для бюджета страны огромная нагрузка. На пенсии пенсионеры работают не от хорошей жизни, а от того, что на одну пенсию и на мизерную зарплату в бюджете прожить невозможно. Поэтому люди идут работать. Если пенсионеры будут дольше находиться на своих рабочих местах, молодежь куда пойдет? Нужно увеличивать количество рабочих мест производства. У меня свои планы были. Уйти на пенсию, может быть, что-то в жизни поменять, хотя бы уйти на ту же ставку. Потому что очень тяжело работать на те же полторы ставки, выдерживать такой ритм жизни и работы. Многие федеральные СМИ сообщают, что возрастные параметры выхода на пенсию могут смягчить. Тем временем сейчас алтайские профсоюзы добиваются разрешения на проведение еще одной акции – митинга на площади Советов 3 июля. Они уверены, их мнение должны услышать. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. Сегодня на площадке Общероссийского народного фронта обсудили тему сокращения низкой зарплаты в сфере культуры края. Предложения, выдвинутые на собрание, планируют передать в правительство региона. Какие проблемы объединяют Барнаул, Шипунова, Заринск и Славгород, расскажет Ирина Корчегина. Задачи, которые поставлены перед органами муниципальной власти в сфере культуры, сложно выполнимы. К такому выводу пришли сегодня на заседание Общественного народного фронта. Например, в некоторых муниципалитетах разница в окладе достигает до 10 тысяч рублей. А чтобы обеспечить повышение МРОД с 1 мая, руководству и вовсе приходится сокращать штат. Теряется, так сказать, смысл во всех наших надбавках, доплатах, стимулирования. И теряется смысл работать больше, работать качественнее. На заседании озвучили опасения, что в конце года некоторые муниципалитеты не смогут выдать зарплату работникам культуры без дополнительных средств с бюджетов. Таким вот подходом к оценке труда мы вымоем абсолютно все вот этот золотой песочек, который сегодня еще, к счастью, сохранен в учреждениях культуры. И потом останется тот, в котором мы будем тонуть дальше. В последние месяцы мы получили запрос уже из Министерства культуры с просьбой провести аналитику по всему краю. Мы сейчас ее проведем по краевым и по муниципальным учреждениям, какой процент составляет часть окладов. А в Каменском районе уже с 1 июля во всех культурных учреждениях исчезнут сторожа. Пока местная администрация не планирует никаких охранных предприятий, но директорам и сотрудникам предложено унести все ценное домой. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин. Наши новости. Барнаульский завод АТИ будет выпускать экологически безопасные тормозные колодки. Накануне первой образцы новой продукции на предприятии оценили в Рио губернатор Алтайского края и сопредседатель общероссийского бизнес-объединения «Деловая Россия». Они подписали соглашение о сотрудничестве и теперь алтайскую продукцию смогут оценить зарубежные автомобилисты. И не только. Подробности в сюжете Валентина Аскеровой. Три, два, один. Стоимость цеха по производству новых колодок – 50 миллионов рублей. Он появился благодаря госпрограмме по импортозамещению. Накануне выпустили первые образцы продукции. Ежегодно же из-под конвейера будет выходить 300 тысяч изделий для грузовых автомобилей, автобусов и ЖД-транспорта. В отличие от прежних, они не содержат асбеста, вредного для здоровья вещества. Таким образом, новую продукцию можно считать экологически безопасной. В многих странах Европы, Канадии и США асбест запрещены по отдельным причинам. И идет такой тренд на замену асбеста на безазбестные материалы. Отказываться от производства асбестных продукций мы не собираемся. Мы просто собираемся наращивать в различных других направлениях производство безазбестных продукций. В Рио губернатора края Виктор Томенко положительно оценил переход предприятия на новый этап развития и даже оставил свой автограф на памятной колодке. Очень важно, что это осмысленный, продуманный шаг в сторону инновационного производства, в сторону современного производства. По словам сопредседателя бизнес-объединения «Деловая Россия» Сергея Недорослева, создание экологически чистой продукции резко повысит конкурентоспособность алтайской продукции. Как внутри страны, так и за ее пределами. Но для этого, подчеркнул эксперт, данному предприятию, как и в целом промышленности региона, важно оказывать поддержку. Обратить внимание, какие есть в регионе потенциальные национальные чемпионы, чтобы им в том числе создавать условия для их роста. Обязательство поддерживать алтайских лидеров промышленного производства Виктор Томенко и Сергей Недорослев закрепили специальным соглашением. Стороны договорились активно содействовать развитию малого и среднего бизнеса и помогать алтайским промышленникам завоевывать мировые рынки. Кстати, первую партию колодок алтайского производства планируют отправить за границу до конца этого года. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Стало известно, кто взял под опеку старый мост через Обь. В арбитражном суде Алтайского края состоялось заседание, на котором определяли ответственного за ремонт дорожного полотна. В зале встретились представители Росимущества, Росавтодора и РЖД. Подробнее расскажет Ирина Корчегина. Передача Старого моста больше похожа на игру в горячую картошку. Каждый стремится скинуть с себя ответственность. Местные власти говорят, что у них нет средств, чтобы содержать объект, на ремонт которого требуется больше миллиарда рублей. Другая страна считает, что нет никаких оснований, чтобы включить Старый мост в федеральный перечень. За моей спиной проходит очередное заседание суда, на котором решается судьба переправы через главную водную артерию в Сибири. Судебное заседание объявляется открытым. Осенью прошлого года Старый мост со скрипом передали из баланса мэрии в собственность Росимущества. Но ведомство не торопилось с ремонтом моста, который уже давно дышит на Ладан. На заседании представитель Росимущества заявил, что передача моста в федеральную собственность автоматически включила его в состав федеральных дорог. А значит, переправу под свою опеку должен взять Росавтодор. А точнее его подведомство, которое занимается ремонтом федеральных трасс в регионе. Присоединить оспариваемый участок к федеральной дороге нет никакой возможности. Соответственно, и содержать не представляется возможным. ГИБДД давно говорят о закрытии дорожного полотна из-за его аварийности. И в мае это чуть не произошло. Потом дорожники Новоалтайска подкрасили губы мосту. На переправе давно пора усилить плиты, заменить швы и асфальт. В ходе заседания представитель Росавтодора в Алтайском крае настаивал на том, что старый мост не может быть отнесен к федеральным дорогам, и проезжая часть моста не должна находиться на их балансе. Ранее в ведомстве заявляли, что готовы отремонтировать мост, если он потом перейдет в руки мэрии. Обслуживать данные объекты, поскольку, собственно, не существует такой строки расходов, в частности, для нашего государственного органа. И с этим также в решении суда подтвердилась наша позиция о том, что компетентным органом в данном сфере является как раз управление Росавтодора и, естественно, территория Моцельского края, федеральное хозяйственное учреждение Управдора Алтай. Ответчик Росавтодор просил передать дело по подсудности в арбитражный суд Москвы, чтобы судьбу моста определило правительство. Но в ходатайстве было отказано. В итоге суд решил, что обслуживанием моста будет заниматься Росавтодор. Точнее, подчиненная ему организация – Управление федеральных автомобильных дорог Алтая. Если решение не изменится, то, скорее всего, ремонтные работы начнутся в следующем году. Ирина Горчегина, Александр Антропов. Наши новости. Барнаул присоединился к всероссийской акции «Завтра была война». 22 июня в 4 часа утра, 77 лет назад, началась Великая Отечественная. Накануне Дня памяти и скорби на мемориалы славы легли сотни цветов. За патриотической акцией в краевой столице наблюдала наша съемочная группа. 22 июня в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. С этого трагического сообщения началась война. Перевернулись тысячи судеб советских людей. Народу пришлось забыть о планах и встать на защиту Родины. Это было 77 лет назад. Уже не первый год, накануне 22 июня, во многих городах России проходит акция «Завтра была война». К ней присоединились сотрудники Главного управления МВД России по Алтайскому краю. У меня с войны не вернулся отец мамы. Инвалидом пришел отец отца. Ну и если говорить о других родственниках, то тоже каждая семья потеряла близких. За годы войны, по официальным данным, погибло 26 миллионов наших соотечественников. 4 миллиона – это дети. В память о каждом зажгли свечи. Они, как пылающие сердца тех, кто, жертвуя собой, совершил подвиг ради будущего. Нынешнее поколение, в том числе и я, которые не знали, не видели, даже не чувствовали того, что чувствовали наши предки. Когда пытаются переписать историю, вот такие акции особенно нужны. Торжественная церемония длилась недолго, без лишних слов и пафоса. Наверное, так и должно быть в День памяти и скорби. А после в небо запустили несколько десятков белых шаров, как символ чистого, мирного неба. Елена Кузовкина, Павел Лаурнин. Наши новости. Развитие экономического и туристического взаимодействия между Республикой Казахстан и Алтайским краем обсудили сегодня в Белокурихе. Там прошло 12-е по счету заседание комиссии о сотрудничестве Совета Федерации России и Сената Парламента Республики Казахстан. В ходе встречи представители двух стран обсудили реализацию задач в рамках Евразийского экономического союза и в сфере туризма. Отметим, за прошлый год поток отдыхающих между странами вырос на 30%, товарооборот на 50%. Обеспечить дальнейшее развитие планируют за счет строительства новых погранпунктов, создания придорожной инфраструктуры и присвоения Кулундинской трассе статуса федеральной. Материал о ходе и итогах заседания комиссии смотрите в ближайших выпусках. В Заринске могут снести детскую игровую площадку. Такое предписание вынесла администрация города. Причина – игровая зона расположена на территории муниципального учреждения. Вот только сносу площадки противятся не только жильцы двух многоэтажек, но и руководители организации. Ситуацией разбиралась Анастасия Дорога. На детскую площадку мама Миры с малышкой выходит не так давно. Игровую зону девочка осваивает пока сидя. Когда пойдет сама здесь, возможно, и гулять-то будет негде. Недавно жители узнали, что площадка подлежит сносу, так как стоит на территории госочреждения. Я не представляю, здесь закрыть ли площадку. Вот, посмотрите, все, машины припаркованы, невозможно даже перейти дорогу, не то что ребенку где-то поиграть. Люди годами оплачивали ее содержание, обновляли фигуры. Небольшую игровую зону на две сотни квартир берегли как могли. И не придавали значения тому, что площадка тесно граничит со зданием поликлиники, которую построили в 90-е годы. Ходили к нам люди, которые из администрации, и просили подписать, что согласны ли мы на строительство поликлиники детской. Но все были против. Они нашу площадь, землю домовую, забрали под поликлинику. И сейчас еще и хотят эту площадку лишить детей. По словам жильцов, площадку сдавали вместе с объектом здравоохранения. И она никогда не пустовала. Малыши ожидали здесь приема, пожилые жильцы отдыхали на скамейках, местная детвора резвилась. Пару лет назад один ребенок получил здесь травму, рассказывает главврач поликлиники Алексей Бракаренко. И когда к нему обратились с требованием отремонтировать фигуру, он и узнал, что площадка в его видении. По словам главврача, игровую зону здесь самовольно создала управляющая компания. А теперь поликлинике грозит штраф за то, что на их территории играют дети. Согласно правилам землепользования и застройки Заринска, указанный земельный участок расположен в территориальной зоне объектов здравоохранения, основным видом использования в которой является только вид разрешенного использования здравоохранения. Правда, что не входит в понятие разрешенного использования, не поясняют. Более того, самоочреждение не против расположения здесь детской площадки. Главврач говорит, в медицинских целях участок бесполезен, поэтому предписанный снос игровой зоны попросту оттягивают. В случае положительного исхода площадку сохранят с жильцами. Правда, на это решение уйдет немало времени, и еще целый год может занять передача земли. Анастасия Дороган, Александр Антропов, Наши Новости. Меньше месяца осталось до юбилейного праздника музыки, посвященного известной Ливерпульской четверке. 7 июля на Березовой Катуни состоится пятый по счету фестиваль «Because of the Beatles». Накануне для привлечения зрителей на это событие организаторы устроили в Барнауле небольшой флешмоб. В начале немного об истории фестиваля. Первый концерт состоялся в 2014 году и был посвящен открытию памятника Джону Леннону. С тех пор поклонники «Битлз» и музыканты приезжают на Березовую Катунь регулярно. Любопытно, что изначально организаторы предъявляли к выступающим требования. Звучать со сцены должны битловские хиты, очень близкие к оригиналу. Сейчас такого нет. Оркестр нашей государственной филармонии Алтайского края совместно с мужским вокальным хором под управлением Афанасьева приготовили сюрприз. Они будут исполнять сюиту битловскую. Организаторы признали, что еще в первый год проведения фестиваля были уверены, он станет масштабным и по числу группы, и по количеству зрителей. Чтобы гостей было еще больше, волонтеры праздника вышли на Барнаульский нулевой километр. Здесь была организована тематическая фотосессия. Все желающие могли сделать снимок на знаменитой зебре, а также предстать перед камерой в образах легендарных битлов. Наша съемочная группа решила выйти в народ, чтобы узнать у обычных прохожих, много ли среди них настоящих поклонников ливерпульской четверки. Как вы относитесь к творчеству Битлз? Да что это такое? Знаем Джон Леннона. Так. Йокоона знаем. Песни «Желтая субмарина». Каполин и Пуша, Рай, Юль. Машки, припустите, что у вас. По-вашему это Битлз? Да. Ну а истинные ценители творчества Битлз уже через пару недель соберутся на бирюзовой катуне. Добавим, что вход на фестиваль «Бикос оф зе Битлз» бесплатный. Елена Кузовкина, Екатерина Скорых, Павел Лаурнин. Наши новости. Техника, способная работать на любой почве на агрофоруме «День поля», алтайским аграриям представили продукцию компаний «Омск Сельмаш». В частности, сиелки, в производстве которых использованы передовые технологии. Изменение угол атаки преимущественно твердославные ценности металла, потому что через 50 гектар старые лапы, железные, которые были, они сшаркивались. Плюс усиленная передняя опора, высевающая аппарат, из-за использования износостойких полиматериалов. Здесь же представлены виды лап, универсальные для тяжелых почв. Например, чтобы бороться с эрозией, применяют анкерный сошник. На сиелке-культиваторе СКК 2.7 беступенчатый вариатор, что позволяет плавно регулировать норму высела, а значит, можно сеять даже рапс. На Алтае сиелки уже используют в степной и засушливой зоне Рубцовска, Волчихе и Локтевского района. Они доказали свою эффективность и надежность на полях России, Казахстана и Монголии. Компания «Сибиря Гроснаб» также поставляет высококачественные запчасти для сиелок «Амичка» и дополнительно к ним опрыскиватели и косилки. Особенность последних – работа на повышенных скоростях. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «Трофей». Все для рыбалки, охоты и туризма. В «Трофей» найдется все для отличного летнего отдыха. Палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуда, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от компа. Покажи своей девушке настоящую романтику. Сходи в поход с семьей. Приготовь ужин на костре. Будь мужиком. Сеть магазинов «Трофей». 23 июня. В Крае очень жарко, без осадков. В Рубцовске и Олейске 28 градусов выше 0. Плюс 33 в Колунде. 35 в Бийске и Белокурихе. В Барнауле ночью около 18 градусов тепла. Днем 31 ветер юго-западный умеренный. К этому часу у меня все новости. Отличных вам выходных. До встречи. Дмитрий Уланин воевал на Центральном и Белорусском фронтах. В 1944 году на берегу реки Нарева уничтожил два танка и три десятка вражеских солдат. Позже при отражении вражеских атак поджег еще два танка. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза.